Вспомним 10 знаменитостей, которые в последнее время неожиданно пропали с экранов. Елена Темникова, экс-участница группы «Серебра», решила начать свою сольную карьеру в 2014 году, отказавшись от поддержки продюсера Максима Фадеева. В интервью она отметила, что ей было стыдно вызывающе вести себя в клипах и на концертных выступлениях, но приходилось подчиняться условиям контракта. Сольная карьера Темниковой не обрела успеха, но девушка нашла себя в моде и создала свой бренд одежды. Джонни Депп. Актер поблагодарил поклонников за поддержку во время судебного процесса и рассказал, что студия, снимающая третью часть фильма «Фантастические твари», попросила его отказаться от роли Гилерта Гриндвальда из-за юридических проблем с его бывшей женой Эмбер Херт. Еще одна крупная кинокомпания также решила разорвать сотрудничество с актером. Джонни Депп долгое время не мог вернуться на экраны в роли капитана Джека Воробья, но теперь конфликт улажен, и карьера Джонни налаживается. Наргиз. Максим Фадеев писал для артистки хиты, организовывал концерты. Их сотрудничество продолжалось около пяти лет. Однако сложный характер Максима и эмоциональность Наргиз не могли сосуществовать. В результате конфликта Фадеев запретил Наргиз исполнять все песни, которые он для нее написал. С тех пор музыкальная карьера Наргиз пошла на спад. Сейчас певица живет в США. Въезд в Россию ей закрыт на 50 лет. Джастин Тимберлик. Джастин Тимберлик всегда казался примером порядочности. Его имя редко встречалось в скандальных заголовках. Однако отменщики добрались и до него. После выхода документального фильма «Подставить Бритни Спирс» его обвинили в инициаторстве событий, приведших к заточению Бритни под опеку отца. Многие посчитали, что именно после расставания с Тимберлейком Бритни оказалась беззащитной перед папарацци и общественной критикой. Глюкоза. Мультяшная девочка с Доберманом вышла из тени и показала свое настоящее лицо. Вместе с Максимом Фадеевым они достигли большого успеха. О сложном характере Фадеева знают многие. Глюкоза решила уйти к другому продюсеру, который не смог повторить такие же результаты. А после вечеринки у Насти Ивлеевой певица и вовсе попала в стоп-лист. Лолита Милявская. Из-за присутствия на вечеринке у Ивлеевой Лолита Милявская также попала в стоп-лист, который подорвал ее планы провести юбилейный тур по России. Организаторы объявили, что все концерты певицы отменены из-за общественного давления. Недавно Лолита опубликовала видео, в котором сообщила, что теперь у нее появилось много свободного времени, чтобы заняться домашними делами и инвестировать в строительство храмов. Юлия Пересиль. В роман актрисы и Михаила Тройника начался на съемках «Вызов». Влюбленные решили переждать зиму в Китае, а дальше отправиться в путешествие по Европе. На вопросы подписчиков, когда Юлия вернется в Россию, актриса пока не отвечает. Ходят слухи, что с гражданским мужем, режиссером Алексеем Учителем, Пересильд рассталась со скандалом, и теперь он вставляет палки в колеса ее актерской карьере. Кэти Тапурия, солистка группы «А студия», тоже пропала с экранов. Кэти поставила на паузу свою музыкальную карьеру, так как находиться на седьмом месяце беременности. В одном из интервью Кэти вскользь намекнула, что устала от певческой деятельности, и ей хотелось бы полностью посвятить себя мужу и троим детям. Оставит ли Тапурия эстраду или нет, покажет время. Шая Лабаф Причиной отмены участия Шая Лабафа во множестве проектов стало обвинение в неадекватном поведении. Отвратительные перформансы, драки, скандалы с полицией – все это привело к отмене актера. Зрители решили, что такой сумасшедший маргинал им не нужен, и под воздействием общественности. Кинокомпании сняли актера со всех текущих ролей.